всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнее видео хотел поговорить на такую тему а точнее ответить на такой вопрос он не совсем часто задаваемый но довольно интересный как записать в лоджик сразу на жесткий диск звук вместе с плагинами то есть мы знаем что в лоджике можно настроить input мониторинг точнее он называется software мониторинг он здесь у меня например выведен в отдельную кнопку и но если что можно здесь включить кастомайзинг и вот тут его включить соответственно софтор мониторинг либо настроить в настройках settings audio devices там тоже есть включение выключения но так или иначе те кто не использует мониторинг со звуковой карты или у кого нету мониторинг за звуковой карты в момент записи будь то инструмент или вокал что чаще всего использую собственно вот этот самый мониторинг чтобы просто слышать себя в лоджике в момент записи момента игры вот сейчас меня например включен input мониторинг подключены гитары я могу просто взять и сыграть что-то на гитаре и за одновременно слышать то есть меня здесь стоит плагин его настройки и с этими настройками собственно я могу играть в реальном времени также здесь включил low latency мод для того чтобы точно не было никакой задержки ну то есть это я надеюсь многие из вас знают в этом ничего такого нет если я сейчас поставлю запись давайте посмотрим попробуем то мы видим что гитара у нас пишется в линейном исходном звуке на жесткий диск но в реальном времени обрабатывается нашим плагином соответственно мы в момент записи слышим уже звук с обработкой включив вот этот самый software мониторинг но если мы плагин отключим мы имеем возможность услышать оригинальный линейный звук гитары и соответственно включив плагин я уже постфактум могу что-то в нем подкрутить подрулить подправить то есть это такой такой классический вариант записи в линию гитары ну и вокал точно так же то есть здесь может быть цепочка вокального может писать вокал то же самое то есть вы пишете исходный звук с микрофона он в реальном времени обрабатывается плагинами в эту обработку слышите благодаря нее благодаря этой обработке вы делаете какое-то исполнение определенное то есть она вам помогает но при этом у вас есть всегда возможность откатиться назад обработку вообще убрать может быть использовать какую-то другую обработку иметь сухой сухой запись исходника и так далее то есть ну преимущество очевидно тем не менее надо возникает вопрос а что делать если все-таки хочу вот я подобрал настройки определенные я вот хочу вот прям взять и с этими настройками записать сразу на жесткий диск сейчас понятно что я могу нажать к bounce and place control бит и у меня вот этот как бы регион вместе с плагином если убрать эту галочку у меня просто сбаунсится ну давайте прям так и сделаем назову am вот у меня появился звук гитарный ток уже с применением настроек нашего вот этого усилителя то есть вот и видим что звук естественно уже другой ну то есть думаю идея понятно так вот если я хочу записывать сразу на жесткий диск вот такой обработанный сигнал ну по той или иной причине то в лоджике это сделать можно и собственно это мой был вопрос можно ли так сделать и давайте в это видео покажу вам два способа как это можно сделать начнем со способа номер один способ номер один заключается в том что мы используем промежуточную шину бас а напоминаю что бас это такой некий провод джек джек в виртуальной представим вот так который вы можете один элемент лоджика подсоединить другому элементу лоджика данном случае что мы сделаем я создам еще одну дорожку где назову например сразу gtr m здесь она будет у нас уже с усилением напомню что здесь сейчас у меня запись без усиления давайте ее пока куда-нибудь отодвинем она нам сейчас не понадобится то есть это мой основной канал через который я продолжаю играть далее выход теперь мне нужно назначить этой гитары мне нужно назначить на ну например я могу даже делать не выход я могу делать посыл например делаю посыл на первую шину а если что посыл не работает в лол от симона об этом сейчас поговорим давайте попробуем сделать не посыл и так давайте отправим наш этот аудиоканал на шину ну например вторую допустим и эту шину я ее сделал монофонической вторую ее оставим как есть а вот здесь на второй дорожке я в input выберу как раз таки эту вторую шину вот она то есть теперь у нас получается что сигнал приходится звуковой карты на вот эту дорожку обрабатывается в реальном времени вот этим нашим усилителем и пишется по сути через вот этот самый бас через шину вас 2 пишется уже на вторую дорожку вместе с эффектом и давайте посмотрим как это будет работать здесь я оставлю мониторинг при этом запись останется вот здесь давайте включу запись итак таким образом я в реальном времени слышал сигнал и тем не менее у меня писался звук на вот эту вторую дорожку давайте послушаем напомню что здесь нет никаких плагинов давайте послушаем то есть вот у меня записалась моя игра все четко без задержек лолатность мод сработал все компенсации были сделаны и соответственно у меня вот звук записался можно кстати попробовать записать сразу два сигнала делаю мониторинг отсюда это мы пока удалим ну что ж это был первый метод кстати довольно полезный если что мы здесь видим давайте посмотрим мы видим здесь что у нас произошла задержка громкости из-за того что мы слушали в реальном времени вот эту гитару у нас записалось не самого начала поэтому я рекомендую все-таки оставлять небольшой зазор временной потому что из-за вот этой компенсации громкости у нас может съесться самое начало это тоже надо понимать но все-таки это такой довольно сложный момент из ложеку нужно записывать одновременно входящий сигнал сюда включать для вас мониторинг еще этот мониторинг записывать на вторую дорожку то есть естественно здесь определенный зазор временной должен сохраняться поэтому в данном случае нужно было мне подождать все-таки какое-то время и только потом начинать играть тоже имейте ввиду что ж это был первый метод тем не менее он как видите он работает но давайте покажу вам еще чуть более замороченный не такой наверное наглядный и такой удобный как этот но тем не менее отметки есть давайте посмотрим его друзья отличные новости отныне вы можете начинать получать ценные знания по работе со звуком не откладывая до зарплаты и не дожидаясь внезапного наследства от неизвестного далекого родственника logic pro help совместно с тинькофф банк предоставляет вам рассрочку на все курсы а также пожизненный доступ и личное обучение с нашими преподавателями переходите по ссылке в описании где вы сможете найти полный список курсов участвующих программе рассрочки и выбрать то что вас интересует начни получать необходимые знания уже сегодня не откладывая на потом для второго метода нам понадобится midi environment это отдельный такой редактор давайте его сейчас вызову отдельным окном него горячая клавиша команд 0 она этот редактор выглядит вот так вот со старым дизайном скажем так и здесь у нас представлена такая скажем подкапотная версия того что происходит в проекте давайте расширим на полное окно что мы можем здесь делать мы здесь можем создавать также на разные элементы из которых может состоять лоджик то есть есть фейдеры разные тач треки всякие много здесь чего можно создавать нас сейчас интересует новый канал то есть мы можем что сделать мы можем сделать new channel strip и вот с чел стрип мы можем выбрать вариант чел стрип а у нас есть вариант создать input канал все создаю input канал вот он у меня здесь создан собственно в импуте я могу выбрать какой input я хочу сейчас у меня выбран input 1 но вот здесь вот в channel я могу поменять на тот когда мне подключена гитара у меня это 10 канал вот гитара помечен помечена вот теперь у меня этот input канал относится к гитаре и сюда могу поставить также amp дизайнер вот ну с примерно теми же настройками давайте их вернем примерно такие же поставим и теперь у меня мониторинг как по умолчанию отключен я мониторинг могу назначить обратно на стерео out и теперь гитара вот это у меня будет звучать постоянно в проекте это звук напрямую с input входа в лоджик то есть это даже не с аудио дорожки а напрямую с инпута поэтому если я даже сейчас замью замьючу все дорожки проекте у меня все равно звук продолжится потому что этот звук с инпута идет напрямую на выход из лоджика на стерео поэтому никаким образом мы никакими аудио дорожками его скажем так закрыть не можем по что он идет еще раз повторюсь напрямую и таким образом можно работать то есть тоже записывать сигнал то есть если я сейчас создам дорожку какую-нибудь новую и на ней назначу этот гитарный выход и поставлю запись давайте сделаем например отсюда то мы сразу слышим звук несмотря на то что на дорожке нету никаких плагинов как вы видите она абсолютно пустая аудио 3 но звук пишется уже с обработкой звук пишется сразу собственно с нашим усилителем потому что у нас непосредственно на сам input то есть на сам вход с гитары вот здесь input 10 уже установлен плагин то есть еще до попадания на аудио дорожку поэтому естественно на жесткий диск все записывается на нашей дорожке уже с эффектом и вот для этого собственно наш вот этот редактор media environment и помогает нам собственно этим то есть мы можем создавать вот такие вот отдельный channel strip и для наших input каналов естественно можно для всех input канал создать и заранее можно какую-то обработку повесить сюда и вместе с этой обработкой у нас все будет записываться напрямую уже на аудио дорожки таким образом не нужно дублировать вот эти вот создавать двойные треки не нужно переживать за вот эту вот задержку по времени с обработкой когда мы пишем сразу два сигнала то есть это тоже второй метод ну выбирать каким пользоваться вам вы можете пользоваться вторым методом пошел такой более ну скажет более компактный более лаконичный не создать лишних дорожек не нужно нарушать маршрутизацию через шины то есть не нужно занимать шину на отдельные какие-то вот такие вот связки между двумя треками поэтому это конечно удобно но вы всегда помните что у вас на конкретном путь уже стоит обработка в этом проекте в конкретном и если вдруг захотите что-то другое записать вам нужно будет лезть сюда обратно в environment и здесь либо выключать ее эту обработку либо ее удалять вообще либо менять ну то есть тоже надо помнить что это также влияет на рабочий процесс внутри проекта но это довольно такой вот лаконичный способ сразу записывая сигнал с обработкой что ж надеюсь вам было интересно это видео напишите в комментариях знали ли вы такой фишки или не знали будете ли этим пользоваться напомню что это не обязательно для гитары должно работать вы также можете вокал записывать с через такой через такую обработку там с тем же автотюном и так далее в реал тайме то есть очень удобная фича может сработать там на тех же концертах например то есть ну применение вы уже сами сможете найти помните просто про задержку помните про эти все нюансы которые мы с вами рассмотрели на практике в этом видео но обязательно пишите так я уже сказал как вам понравилась ли это функция logic знали ли вы о ней и обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые видео напомню что все вот эти видео ролики я записываю вдохновившись вашими вопросами которые вы можете задавать мне напрямую либо еще лучше задавать их в telegram чат специальный лоджик про health если вы еще в нем не состоите обязательно переходите по ссылке в описании вы там просто заполняйте анкету и мы вам присылаем доступ к нашему чату чтобы вы были среди нас и задавали вопросы по лоджику не только там уже довольно большое количество активных пользователей около двух тысяч практически скоро подберемся так что подключайтесь мы вас там ждем и задавайте ваши вопросы и на самые интересные я буду записывать вот такие видео ответы ну что ж всем желаю успехов в творчестве с вами был дмитрий урсул увидимся с вами следующих видео всем пока